добрый день дорогие друзья 13.30 по иерусалиму четверг и как обычно как обычно мы начинаем до нашей бранч в которой мечтаем еврейские тексты еврейские классические книги и разбираемся в том что же там написано и как это все может быть связано с нашим сегодняшним днем мы читаем уже несколько недель последнюю книгу судей и сегодня предпоследняя встреча по книге судей следующее на следующей неделе мы будем дочитывать ее там осталось на следующей неделе останется еще несколько глав сегодня почитаем несколько и на следующей неделе несколько и после этого сделаем небольшой перерыв на одну неделю выдохнуть посмотреть что лучше читать дальше и собрать снова мысли в кучу и набраться сил перед следующим таким достаточно длинным забегом поэтому обращаю ваше внимание я знаю что многие стараются следить за расписанием и приходить каждую неделю и знают что у нас бывают перерывы там на прошлой неделе у нас не было встречи из-за памятных даты праздников израиля и вот обращаю ваше внимание что 26 мая через две недели встречи тоже не будет на следующей неделе будет встреча и мы дочитываем книгу судей а вот через две недели 20 встреча не будет где мы находимся напомню краткое содержание предыдущих нескольких месяцев даже полутора лет мы читали тору и прочитали весь всю тору нас ушло на этот целый год мы читали понедельным главам историю напоминаю описано события сотворения мира до смерти моисея которая произошла смерть это в момент в общем чуть-чуть до входа евреев в землю хананскую из пустыни про вход и завоевание земли хананской описывает книга ешко ее мы пока не читали после завоевания когда уже люди до колено и израильские там поселились земле хананской что с ними происходит какие события происходят с народом описано в книге суде которую мы читаем после события книги судей появляются цари о появлении царей и о первых двух царях царя шаули и царя давиде подробно написано книги шмуэля который мы тоже уже читали и сейчас мы находимся в таком времени для еврейского народа когда в общем то народ в земле хананской поселился земля хананская в библейском понимании больше территории израиля хотя это все еще маленькая территория но больше территории современного израиля нету централизованной власти ее не существует народ живет грубо говоря сам по себе время от времени согласно книге судей у нас появляются такие персонажи герои которые введут народ вот одной какой-то от одного какого-то проблемного места к решению выходу из этой проблемной ситуации эти люди называются судьи полномочий куда шире чем современное представление судьи они вы начальники какие-то фольклорные герои и все что угодно в том числе и разрешать проблему внутри народа и так далее при этом судя по всему это не должность которую занимает человек над всем народом судя по всему судья является судьей лишь части части народа какого-то колена и нескольких колен при этом судьи это персонажи весьма легендарные вокруг них много всяких разных мифологен среди судей встречаются пророки например двора и среди судей и встречаются такие абсолютно фольклорные персонажи например шимшон при котором мы читали последний раз тот самый известный самсон часила была в волосах такой полубог в классическом еврейском тексте персонажи эти судьи они бывают очень-очень разные но каждый раз появление нового судей предшествует история о том что все стало очень плохо либо какой-то рядом живущий царь-угнетатель начинает угнетать еврейский народ либо еврейский народ спускается в языческие культы в грех и так далее и тому подобное с одной стороны с одной стороны мы видим много очень проблем и книга как будто бы ведет нас к тому что должен появиться какой-то царь и соответственно наверное царь решит все эти проблемы с другой стороны мы видим чтобы когда как будто бы появляется человек которым даже предлагают стать царем как гидеона например он отказывается и тоже не является идеальным претендентом на царский престол когда появляется человек который пытается установить царскую власть своевольно например сын гидеона то мы видим что тоже это плохо заканчивается у книги есть как будто бы посыл который ведет нас к появлению царей но с другой стороны он не настолько явлен чтобы мы прям сказали что идея книги я нам про то чтобы появились цель скорее всего идея книги в чем-то другой и вот с этой предыстории мы начинаем две недели заключительных глав книги судьи это очень важно понимать о чем было все предыдущее чтобы не не терять фокус не терять фокус потому что книга судей это набор истории и они могут отдельно они читаются совершенно не так как вместе поэтому надо помнить чтобы удобно и так книга судей повествует нам вот о каком человек был человек в горах эфраема которого звали михайл и говорил он своей матери 1100 шекелей серебра что были вот это у тебя те самые по поводу которых ты мне приносила проклятие вот это серебро она у меня это я взял его с места в карьеру и начинается новая история после смерти шумшона и она начинается сразу с середины как обычно каждая новая история она разгоняется то есть она не сразу а приходит активным каким-то событиям написывает что вот стали грешить израильтянами что вот так вот плохо какие-то цари завоевали и там вот родился такой человек и вот он пошел что-то делать как-нибудь так может начаться здесь мы попадаем сразу в середину что примечательно это что-то необычное такого в книге судей раньше мы не встречали что из того что написано можем предположить что как будто бы до этого у некоторой матери вот этого михайл украли 1100 шекелей и она не знала кто эти 1100 шекелей украл и сыпла проклятьями направо налево а оказывается их почему-то взял сам этот ее сын михайл и возвращает их что здесь происходит не очень понятно один из комментариев говорит о том что конкретно эта история в книге судей весьма саркастично и несет в себе очень много авторского надменного прищурен такого немножечко отношения с высока к тем героям которые здесь будут дальше упоминаться запомните этот момент он очень комичный непонятный зачем он вообще здесь присутствует мы не знаем но может быть в конце этой истории у нас получится составить какую-то единую картину что вообще почему так начинается конкретно эта часть книги судей так вот 1100 шекелей 1100 шекелей вот этой вот этой вот матери украдена оказывается и сын зачем-то взял и сказала его мать благословен сын мой у господа такая вот она такую потребляет формулу для чего для того чтобы как бы отменить проклятие которыми она сыпала до этого потому что она проклинала тех кто украл в нее деньги и оказывается что украл у нее деньги и сын и он теперь их возвращает так она его благословляет чтобы отменить те проклятия которые накладывал ранее если так очень формально и вернул матери 1100 шекелей серебра и сказала его мать я посвящаю это серебро и отдаю его сыну чтобы сделать из тукан и литую статую вот и возвращаю тебе его но он вернулся и по матери взяла его мать 200 шекелей серебра отдала воятелю сделал стукан литую статую и была статуя в доме у михая что сейчас происходит мы не понимаем это как это очень странная семейная сцена которую до конца понять мы не можем с одной стороны мы не понимаем что значит истукан литая статуя там тоже есть разные комментарии действительно ли здесь два предмета имеются ввиду или это такое как бы общее название для одного предмета что истукан литая статуя это что-то одно или истукан и литая статуя это два действительно предмета она хотела два предмета сделать мы не знаем к сожалению такой уровень понимания теряли по всей видимости мы не можем сказать точно что здесь имеется ввиду и не можем сказать точно что происходит между ними сейчас почему они друг другу эти деньги передают и не соглашаются друзья почему когда он ей возвращает эти деньги она решает отдать ему их обратно почему у них ее вообще забрал мы не знаем да то есть это это какая-то странная зарисовка для которой нам будет крайне сложно эти объяснения как-то вписать ее в понимание в какую-то картину дать дать какое-то объективное объяснение сейчас будет очень сложно скорее всего невозможно то есть я уверен что можно что-то такое придумать но вообще-то это какая-то странная зарисовка похожий на скетч и возможно это он и есть когда я читал и пытался как-то найтись и понять что здесь происходит я в конце концов пришел к поводу что наверное это скетч что наверное это такая как бы насмешечка это шутка такой анекдот который автор отставляет нам в этой истории потому что по-другому мне не найти объяснение но возможно надо еще искать и так тем не менее у михаи появляется какая-то статка идол в доме в конце всей этой замысловатой истории и у человека у того у них и ты его как бы сокращенными это тоже самый человек был дом бога или дом богов здесь тоже выглядите нам не понять до конца как правильно перевести потому что в еврейской традиции такой есть одно из имен всевышнего это луин как бы множественное число и получается мы буквально на иврите называем бога множественным числом боги и что-то такое и поэтому мы не можем мы не можем сказать вот сейчас конкретно в этом случае здесь имеется ввиду действительно много богов по языческий пантеон или один бог которому ставят истукан этого понять мы не можем ну и неважно важно что у него дома образуется на ней это светильщик дальше миха делает эфот и трофим и рукоположил одного из своих сыновей то стал у него священником фото трофим тоже есть комментарии что делают на оставшиеся от 1000 100 шекелей деньги что 200 потратили на литую статую оставшиеся девятьсотные фото график и сына своего он посвящает священий это конечно полное вообще нарушение любых традиции с одной стороны они делают истукана понятно что невозможно нельзя торе запрещено поклоняться идолам изображением каких-либо божеств и так далее и тому подобное плюс священнослужителям рукополагается сын михи миха это человек то есть не не никто такому положено быть священником в общем как это тоже происходит происходит в экрана ли и религиозная и вот когда мы видим все эту религиозную каналию какие-то страны поведения людей мы вдруг читаем такую фразу что в то время не было в израиле царя и каждый поступал так считал правильным и отсюда рождается такая мысль что сейчас нам автор подводит нас к мысли что нужен царь и тогда все будут поступать так верно в принципе как не знаю по торе они так как они считают правильно да возможно конкретно в этом случае автор нас подводит этой если я но кажется что книга судьи вся они ни пишут но вот здесь этому мелькает что еще очень важно сказать мы видим действительно какой-то салат из вера ней а в котором все на sexually какие-то признаки еврейской традиции нееврейские традиции совсем ниеврейской традиции очень низкой традиции все будет на меже здесь единой дальше вы это увидите и поэтому мне важно сказать о том как мне кажется Все было тогда устроено. Я говорил неделю или две недели назад, уже рассказывал Мады, что видится из текста книги Судей, что люди без централизованной политической и, судя по всему, религиозной жизни, там есть где-то святилище богов в городе Шилло, там есть, но как будто достаточной централизации не существует. Политической централизации точно нет. И люди толкуют религию по-своему, по-простому, по-народному. Из-за такого народного толкования там появляются элементы других религий, элементы, возможно, народного фольклора, элементы чего-то, чего не было в Торе, но они туда очень активно привносятся. И получается, что для людей, которые живут тогда, судя по всему, нормально поклоняться языческим богам, при этом считая себя евреями, сохраняя какие-то еврейские традиции, еврейские верования, и в критичный момент просящие защиты как бы у еврейского бога, у еврейской части метафизики, скажем так, не знаю, как правильно выразиться. То есть у них все очень вместе. Ничего страшного, если я там принесу жертву, тут что-то сделаю. Ничего такого. Вот этот вот салат, он там, судя по всему, и происходит. И мы как бы в очередной раз его видим, что все намешано воединок. Является священник. Священник – это идея еврейская. Но он появляется в святилище язычественном. Тут какая-то странная штука. И вот книга говорит, все поступали, как читали, правильно. И был один юноша из Бетлехэма. Бетлехэма иудейского. Из семейства иуды. Это был левит, который там проживал. И отправился он из города, из Бетлехэма, поискать место, где бы пожить. И пришел по дороге в горы Эфраиму, в Дон Михе. И спросил он, Миха, откуда ты? И отвечал, я левит из Бетлехэма иудейского, ищу место, где бы пожить. И сказал он, Миха, живи со мной и служи у меня священником. Будешь мне как отец, а я дам тебе 10 шекелей серебра в год и смену одежды иду. Нанимает себе священника из числа левитов. И мы дальше увидим по тексту, что ему это важно. Вот посмотрите. И пошел к нему левит, и поселился у него, и стал для него тот юноша как сын, и рукоположил Миха левита, и стал юношей у него священником. И жил у Михи в доме, и сказал, Миха, теперь Господь точно мне будет помогать, потому что у меня священником левит. Мы видим какую-то просто взрывающую мост картину, в которой Миха, наверное, наверное, можно так выразиться, создает свою сербу. У него есть свой храм, у него есть свой истукан, у него есть свой идол. У него есть священники, которых он сам рукополагает, помазывает на священничество. А вообще-то это не так. Всевышний уже выбрал, как быть священниками. В храме не Миха их выбирает, но Миха их выбирает. Мы это видим. И при этом он выбирает тех, кто с точки зрения еврейской религии должен быть священником. Он выбирает левита, ну потому что левиты же священники. Вот, пришел ко мне левит, я услил даму. Я взял священник. Всевышний тогда точно будет там не более благосковенен, чем обычно. Это еще одно такое проявление того, как все странно перемешано. Более того, судя по всему, в голове вот этого левита, что имя мы не будем знать, так и не узнаем никогда, тоже все перемешано. Все перемешано. У него тоже там борьбачок, и он соглашается быть священником у Михи. При этом Миха говорит, что это священник будет ему как отец, он ему становится как сын, потому что очевидно по контексту, что этот левит младше Михи, потому что про левита написано, что он юноша, а про Миха уже написано, что он человек, и у него сын, один из сыновей, странный священник, и так далее. То есть он как бы хочет, говорит, что ты мне будешь как отец, мол, наверное, давать мудрые советы, помогать, понимать, как поступать в жизни, но с другой стороны, как сын, большая путанность, что происходит, непонятно. И в этом суть. Мы не понимаем, что происходит, мы не понимаем, как это расставить по полкам, как это все систематизировать, о чем нам это сейчас, что мы должны из этого выучить. Мы из каждой в рифке истории пытаемся найти, не найти точнее, а из каждой истории вытащить идею о том, чему же нас эта история учит, какой же у нас в этой истории мораль, идея истина, правда, что там внутри заложено, для чего она записана. А здесь мы все-таки не можем, какие-то странные штуки происходят, необъяснимые. И, судя по всему, задача конкретно этой истории в том, чтобы мы смотрели на это. И вот эта вся необъяснимость, несостыковочность и бардак внутри этой истории, и есть то, что мы должны видеть, то, о чем мы должны думать. Поэтому, возможно, мы и не распутаемся никогда, идя по этой истории, что там вообще такое. Потому что дальше будет больше и дальше будет страннее. Все, как говорила Алиса Сенчу, здесь все страннее, что это больше. На секундочку вернемся на предыдущий слайд. Левит происходит из Бетлехема. Современное прочтение этого города Вифлея. Соответственно, из него происходит царь Давид, например. Бетлехем иудейский. Человек из колена Иуды. То есть он прям еврейский еврей, если так можно. Выглядит и пошел куда-то искать. Где жить, что делать и так далее. И нанимается наработкой Мехи. И становится у него священником. В те времена не было царя в Израиле, повторяя этот текст. А колена Дана искала себе наделать, где жить, потому что все еще не получилось себе наделать в Израиле. И вот это удивительный момент. В самом начале я говорил о том, что все колена уже плюс-минус там устроились. Живут на территории Израиля. Это завоевание Зигмиханской описано в книге Ишо. Но вдруг книга судья говорит нам, посмотрите, колено Дана-то еще не обустроилось. Как будто ему нету места. Как будто на этой маленькой территории колено Дана нету места. Возможно, что проблема не в том, что колено Дана нету места. А проблема в том, что из кочевого образа жизни колено Дана не перешло пока в образ жизни более оседлый. Потому что, в принципе, 40 лет кочевали по пустыне, если очень-очень грубо, хотя здесь сейчас многие могут возразить, нет, 40 лет они не ходили по пустыне, сидели там, 57 лет в этом уазисе. Тоже будут правы. Суть в том, что нужно было осесть, а колено Дана как будто бы до сих пор не осело. Это тоже удивительный момент. И послали сын Дана от своих семейцев пять человек из их краев, Кребрюцов, Цора и Эштауоля, чтобы разведать и исследовать землю. И сказали им, идите, исследуйте землю. И пришли они в горы Рефраима и добрались до дома Мехи и заночевали там. Меха, в общем, очень гостеприимный человек какой-нибудь. Естественно, Калина Дана присылает разведчиков посмотреть и исследовать землю. Что, конечно, тоже ужасно смешно, потому что вообще-то там везде живут другие колена, тоже еврейский народ, это как же родственники же так или иначе. Это тот же народ, который там живет. Что расследовать, что исследовать, что разведывать. С другой стороны, есть комментарии, которые говорят, а, посмотрите, вот это на самом деле пародия. Это настолько как бы саркастичный филеетон, то, что мы с вами читаем, что это вообще пародия. Что это пародия на то, как Моисей отправляет 12 разведчиков из пустыни разведывать землю Израиля в самом начале исхода из Египта. И когда эти 12 разведчиков пришли, они сказали, ой-ой-ой, там все плохо, мы никуда не пойдем, ничего за воевать не будем, они дальше 40 лет ходили попустим. Что вот это пародия на то, понимаете, что это просто сказочка такая смешная, но поучительная. Чем поучительная, мы попозже, наверное, узнаем. Да, ну вот, возможно, это просто пародия, эти разведчики, колено даны. В доме Михи они узнали голос юноши Левитли, зашли внутрь и сказали ему, кто привел тебя сюда, что ты здесь делаешь, какое у тебя дело. Тот сказал им, так и так, поступил со мной Миха, он нанял меня, и я у него священника, мы сказали ему, спросил Бога, что нам знать, будет ли наша дорога удачной. И я отвечал им, священник, идите с миром, видна, Господа, та дорога, по которой вы пойдете. Во-первых, они его узнали, они узнали в голос. И здесь тоже, мы как будто в середине какой-то истории, мы не знаем, что это значит. Они встречались раньше, они знали этого юноша Левита, потому что он пока путешествовал, как-то заходил на территорию колено даны, как-то знакомился с ними. Или у него был акцент, например, потому что он из другой местности, он из Бетлехом Иудейского, в горах Ифраем, возможно, у него был акцент, какое-то другое произношение, они его узнали. Таким образом, поняли, что он не местный, не отсюда, и спросили, как ты сюда попал, что там происходит. Тоже нам непонятно. Но каким-то образом произошел диалог, в котором вот этот юноша Левит рассказал им о том, что он служит священником в доме Юдихе. На что те говорят, что раз ты священник, тем более Левит, и как бы говор у тебя иудейский, давай, спроси у Бога, удачна ли будет наша дорога. Отвечает он им загадочно на самом деле, он не говорит им, что Бог с вами и всех врагов ваших отдаст вам в руки или какие-нибудь еще такие формулировки, которые очень популярны в классическом тексте. Он говорит, что Богу видна та дорога, к которой вы пойдете. Не дает им ответ, не говорит им, что они будут успешны, не говорит им, что они претерпят неудачу. Богу видна та дорога, к которой вы пойдете. Идите. Почему он так отвечает? Есть ответ, который мне нравится. Он отвечает так, потому что на самом деле он не священник. Он находится в доме, в котором Миха по своей прихоти делает святилище сытым. Что он может, у кого, кто ему может ответить, к кому он может обратиться. На самом деле он ничего не знает. И он отвечает максимально пространно, но так, чтобы не потерять лицо. То есть на самом деле мы видим тоже такую историю. Возможно, это и все, то, что делает Миха, такая своя, маленькая, локальная, только для себя. А с другой стороны мы видим целого левита, который практикует странные культы. И мы видим, что он, конечно, не может ответить чего-то такого, что, мол, подтвердило бы его священнический статус. Он бросается загадочными фразами. Богу видна та дорога, к которой вы пойдете. Он отвечает так, как пишут гороскопы в газетах. Не хочу никому обидеть, но вот гороскопы в газетах тоже так пишут. Удачный день для хороших решений. Ну, понятное дело, что для нехороших решений любой день неудачный. Вот примерно то же самое. Выходные лучше провести в семье. Ну, очевидно, что выходные лучше провести в семье. То же самое. Но очевидно, что Господу видна дорога, к которой они пойдут. Но он отвечает именно так, потому что, на самом деле, он священником не является. У кого он что-то может узнать. И пошли те пятеро вот этих вот разведчиков колено Дана и пришли в Лаиш. И увидели, что тамошние люди живут безопасно, спокойно, беспечно по обычаям сидонитян. И в той земле нет правителя, который бы их обижал. А живут они далеко от сидонитян и ни с кем дело не имеют. Эти разведчики приходят в город, который живет по обычаям достаточно большого города Цидон. Он здесь упоминается. И вот это вот обычаи сидонитян или, возможно, упоминаются не просто их обычаи, а их законы. Что они живут по законам сидонитян. Их никто не обижает, они живут там безопасно. Текст имеет в виду, конечно же, не то, что у них мирные договоры со всеми вокруг насуются. У них там нет опасности никаких, на них никто не нападает, они никому не нужны. Они живут сами по себе, взращивают какие-то там свои поля. И ни с кем дело не имеют, ни с кем не контактируют. Просто вот сами по себе живут. И вот эти пять серроразведчиков Калинодана видят этот город, эти люди. И пришли к своим собратьям второе, и что Оле сказали им, их собратья, что вы можете рассказать? В общем, похож сценарий на 12 разведчиков из пустыни, что они тоже возвращаются, и сейчас что-то будут рассказывать. И те говорят, давайте пойдем на них войной, потому что мы видели их землю, она очень хороша, чего вы ждете, немедлите, пойдем захватим эту землю, пойдем на обеспеченный народ и обширенную землю, которую отдал Господь нам в руки. Туда, где ни в чем на свете нет недостатка. Такая вот странная история, ни в чем на свете нет недостатка, они почему-то так решают. И почему-то они решают, что Господь отдал им в руки эту землю, потому что им что-то сказал тот самый Левит, который им ничего не сказал, но они так вот прочитали эти слова. Вот такое вот происходит. То есть мы видим странное решение со стороны колена Дана. И двинулись оттуда из семейства сынов Дана, из Тора и Штаоля 600 человек перепоясанных оружием. А эти пять человек, что ходили разведывать Лиашскую землю, сказали своим собратьям, знаете ли вы, что в этих домах есть и фото Терафим, и Стукан, и Литайстад. А теперь подумайте, что делать. И завернули туда, и пришли в дом к юноше Левиту, в дом к Михе, и поздоровались с ним, а 600 человек из колена Дана, перепоясанных оружием, стояли у ворота. То есть мы представляем страшную картину. К нашему дому, сколько бы он ни был большим, подходит 600 вооруженных человек. 600 вооруженных человек подходят, и мы понимаем почему. Потому что есть вот этот вот идол, есть фото Терафим, и все так и прочее. Соответственно, они считают, что вместе с этими вещами лучше идти на войну. Что эти вещи дадут Божественное Богословение, и все будет проще, если эти штуки будут вместе с ними. Что, в общем, достаточно обычная практика. И вошли пять разведчиков в дом, взяли истуканы фото Терафима Литрую статую, священник стоял у ворот, и сказал им священник, что вы делаете. И отвечали ему тише, помалкивайте, с нами, будь у нас священником, станешь нам как отец. Та же самая формулировка. Что лучше, спрашивают они, быть священником у одного человека или у целого израильского колена? И понравилось это священнику, взял на фото Терафима Литрую статую и присоединился к народу. Все очень просто. Все очень просто. Действительно, лучше же быть священником у народа, чем у одного человека. И священник пойдет с ними на войну. Мы не видим здесь особой духовности. Никаких мучений, лишних вопросов к Богу или вообще к вопросу к Богу. Мы не видим Бога здесь вообще. Это очень-очень важно. Когда мы читали две недели назад про Шемшона, там Дух Всевышнего встеляется в Шемшон. Там есть эти формулировки. Здесь вообще этого нет, здесь Бога нет. В этой конкретной истории Бога нет. Здесь происходит, ну, вакханалия, она абсолютно не имеет никакого отношения к Богу. Нам этот текст, это очень ярко и красочно показано. Даже когда кажется, что есть какие-то обращения к Богу, сами обращения отсутствуют. Есть только выводы, что Бога видит, какую дорогу. Видит, но никто у него не спрашивал, никто ответов к нему не получал. Бога даст нам в руки жителей лаической земли. Вы откуда взяли? Вам кто-то об этом сказал? Нет, вам никто не сказал. Вы сделали так и вывод сами. Бога нет в этой истории. Он не участвует. Это важно. И вот они уже ушли далеко от дома Михи, когда жители соседних домов, жившие рядом с Михой, собрались и догнали сынов Дана. И позвали сынов Дана, а те обернулись и сказали, Михи, чего тебе надо? Что ты с ними увязался? И отвечал, богов, которых я себе сделал, вы забрали. Священника тоже. И уходите. Что же у меня осталось? А еще спрашиваете, что мне надо. Он заручается поддержкой соседей и идет вслед за коленом Дана, чтобы они ему хоть что-то расставили. С его точки зрения они забрали у него все. И да, здесь вопрос не в деньгах. Вопрос в том, что они забрали то, что, по его мнению, дает ему благословение. Они забрали статую, они забрали Трофима и Фор, и они забрали священника. Он нанимал себе этого священника, думая, что теперь бог точно будет к нему благоволись. А они его забрали. Он переживает за то, что теперь с ним... Он не будет так вот спешен и удачен, как раньше. И это его переживание абсолютно языческое. Оно не переживание еврейского плана. Когда бог оставляет кого-либо, это не значит, что он уносит свои атрибуты. Не собирает в чемоданчик какие-то религиозные атрибуты и не уходит с этим чемоданчиком куда-то. Он просто оставляет. Когда бог помогает кому-то, благословляет кого-то, это не значит, что он приходит и раскладывает много вещей. Просто благословляет. Вне зависимости от того, где находится человек, вне зависимости от того, в каком состоянии храма и так далее. Миха думает, что все его божественное благословение завязано на идоле и на священнике. Это языческое представление. Как, в общем-то, языческое представление о том, что вся сила Самсона в волосах Самсона. Что из волос у него есть связь с богом. Это тоже языческое представление. Да, и мы видим этого Миху с очень языческими опасениями. И сказали сыны Дана, чтобы мы голоса твоего больше не слышали, а то нападут на вас наши обозленные люди, тебя прикончат семью, перебьют. И пошли сыны Дана своей дорогой. И увидел Миха, что они сильнее его. И повернул, и возвратился домой. Сыны Дана действуют как разбойники. Приходят, забирают имущество и говорят, не смей тут нам перечить, потому что тогда вообще всех убьем. Ни слова здесь про бога, ни слова про что-нибудь вообще духовное. Нет ничего. Просто не смей нам перечить, но вообще всех убьем. И взяли те предметы, что изготовил Миха и священник, чтобы он был, и напали на Лаиш, на спокойный и беспечный народ. Выразили его, город сожгли, предел шестокости. И никто не пришел на помощь, потому что Цедон далеко, и ни с кем они не имели дела. Город располазался в долине возле Бекретхова, и отстроили город, и поселились с ним. Никто не пришел на помощь Лаишу, потому что это какие-то мирные, тихие, самостоятельно живущие люди. Лаиш уничтожен полностью, на его месте Новый город построен. То есть все очень жестоко. Все очень жестоко. И дали городу название Дан по имени предка Ихдана, который родился у Исраэля. Но раньше город назывался Лаиш. И сыны Дана установили себе стукан, а Йонатон потом и Гершона, сынами нашей, и его потомки были священниками в колене Дана, вплоть до изгнания из страны. И поставили себе стукан Михи, который он сделал и ставил там все время, пока дом божий находился в шелом. И на этом рассказ про вот этот сюжет, точнее не рассказ, а вот этот сюжет заканчивается. Заканчивается он на самом деле, скажем так, грустно и печально, потому что победила грубая сила и жестокость. Но в конце этого рассказа есть очень важный акцент. Акцент заключается в том, что они там жили вплоть до изгнания из страны. И вот тут есть комментарий, который мне очень нравится, который говорит о том, что вот тут-то мы видим, наконец, смысл всего того беспорядка, о котором мы читали ранее. Что вот здесь нам, наконец, говорят, зачем нам эту историю рассказывают. Нам эту историю рассказывают, чтобы показать, какая судьба ждет те колена, которые ведут такой образ жизни. И поскольку здесь упоминается изгнание из страны, мы понимаем, что, стало быть, эта история записана после изгнания из страны. А изгнание из страны – это завоевание ассирийцами, когда единое царство Соломона после смерти Соломона распадается надвое, на южное и на северное. И северное царство будет очень быстро завоевано и угнано в изгнание. И колена, которые жили в северном царстве, будут считаться потерянными. Мы их никогда не найдем. Они будут рассеяны навсегда. Вот эти вот потерянные колена, вокруг которых очень много мифологем, это вот, в частности, колена данные, колена Минаша упоминаемые здесь. Значит, этот текст, раз есть упоминание о этих событиях, значит, этот текст написан после этих событий. И значит, он является на самом деле рассказом о том, за что огромная часть народа была угнана в рассеянии и потеряна, какой образ жизни они вели, за что они были так строго наказаны. За вот тот беспорядок, который мы видели и читали на протяжении последнего времени, да, вот, который мы читали с тивой. На этом история конкретно этого сюжета подходит к концу и заканчивается. Я вижу, что у нас немножко подвисает зум, да, чуть-чуть запаздывает изображение. Но могу сказать следующее, что история заканчивается, и последнюю историю, которую мы будем читать, мы будем читать на следующей неделе. И закончим тем самым книгу судей. Вот, а сейчас у нас есть несколько минут для вопросов. И я приглашаю вопросы задавать как вслуг. Я сейчас дам возможность включать микрофон. Так, и задавать вопросы, например, с помощью чата. Можете представить, что чат, который все это время работает. Итак, сейчас я переключу камеру, чтобы вы видели меня полностью. Я даю возможность включать микрофоны. Пожалуйста, если есть вопросы, идеи, мысли, возражения, все что угодно, я буду рад их с вами обсудить. Задавая вопрос, включайте микрофон. После того, как вы закончили задавать вопрос, пожалуйста, выключайте микрофон. Так нам будет проще избежать лишних звуков. У нас все-таки здесь больше 120 человек. А те, кто сейчас отсоединяется, им нужно бежать по делам и все такое, тем я желаю хорошей субботы, как и обычно. Желаю скорейшего наступления мира, как на той земле, где вы живете, так и с душой. И хороших, только хороших всяких новостей и подходящих погодок. Готов отвечать на вопросы? Можно вопросы? Да, конечно. Вот книга-то называется «Судей». Книга «Судей». Но в данной рассказе тут, по сути дела, никакого судьи-то нет. Это абсолютная правда. Это абсолютная правда. Да. Это такая странная метаморфоза. Я не знаю, это казус. Феномен, как хотите, называйте. Да, действительно. Книга называется «Судей». И в общем, с уверенностью можно сказать, что большая часть книги, буквально до сегодняшнего момента, которую мы читали, посвящена именно судьям. Потому что там люди, какой-то персонаж, про которого рассказывают, действительно в конце судят. Так или иначе. Здесь нет судьи. Это правда. Это правда. Вот такая история попала в Судей, там нет судьи. Вот так. Спасибо большое, что сегодня присоединились. Я вижу, что вопросов сегодня нет. Это такая вот история, вероятно, с минимальным количеством вопросов. До встречи через неделю. Я напоминаю, что 26 мая мы делаем перерыв. Не забудьте передать своим друзьям и знакомым. А на следующей неделе мы заканчиваем чтение книги «Судей». Присоединяйтесь и посмотрим, чем дело кончилось. Спасибо всем большое. Хорошей субботы. Субтитры сделал DimaTorzok